Клумбочка в нашем дворе. Года два назад воткнул я сюда маленький корешочек вот этого растения. Некоторые жители нашего дома называют это садовой незабудкой. Ну, конечно, это никакая не незабудка, хотя, хотя, конечно, очень похоже. И, кстати, даже народные названия у нее есть такие, незабудочник или кавказская незабудка. Ну, на самом деле это бруннера. Бруннера известная, очень красивая, неприхотливая, невыносливая растение, которое на одном месте может расти и 10 и более лет. Чаще всего садоводы выращивают так называемую крупнолистную бруннеру. Вот я ее как раз показываю. И бруннеру сибирскую. Ну, отличить их несложно. Я так попроще скажу. Сибирская, она чуть-чуть попроще. Раньше отцветает. Но не такая декоративная. Кстати, у бруннеры есть много разных сортов, в том числе и с пестрыми листьями, что здорово. Потому что бруннера цветет хоть и долго, весь май, но потом отцветает. И все-таки хорошо, когда листья создают такой декоративный элемент. Кстати, бруннера может еще и осенью при хорошем уходе и длинном лете зацвести. Как я уже сказал, бруннера очень неприхотлива, теневынослива. То есть можно посадить ее во дворе. Как правило, ее не рвут, не топчут. И вот она будет расти и радовать весь ваш двор. Сортовую лучше, конечно, размножать семенами. Семена можно купить в магазине. Если что-то увидели, откапывается корешочек делением куста. Очень просто. Замечательное растение, не требующее практически никакого ухода, но которое очень здорово оживляет клумбы, прекрасно гармонирует с другими цветами. Посадите обязательно брунеру в своем дворе.